здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 31 мая 2021 года и у меня в гостях оля как я вам и обещала она нам сегодня расскажет как она ехала на машине из москвы до алании я вот уверена что этот ее рассказ будет для вас практически полезным потому что ольга вот будучи таким человеком очень аккуратным внимательным ответственным вот расписала здесь все все так сказать расходы и так далее и так далее ну давай начнем с самого начала вот расскажи нам пожалуйста как ты готовилась так сказать к этой поездке сколько дней она у тебя заняла ну и все в общем все что ты наметила рассказывай нам все будет интересно во первых хочу поприветствовать уважаемых подписчиков натальи я тоже являюсь подписчицы поэтому сразу мы сразу забираю дорогие братья и сестры но не будем повторяться наверно начну я с того что у меня было много сомнений ехать на машине или все-таки ее продать потому что решение пришло вместо жительстве двойном москве где основное и здесь где я тоже вот в двадцатом году приобрела себе квартиру чуть-чуть погромче если можно вода дал телефон далеко и нам нужен звук и я думала вот нужна мне здесь машина ли нет не так отговаривали говорили что много вопросов таких которые придется решать я была почти три месяца в москве все думала думала но так как я заядлый автолюбитель и машина у меня хорошая пробег у него 50 тысяч это вообще ни о чем ну и и рука мне не поднялась так скажем дать объявление о продаже моего жучка я вот решила рискнуть но риск должен быть оправдан и то есть я должна была подготовиться это вообще принцип моей жизни если ты что-то хочешь сделать то ты хорошо изучи вопрос подготовься ну если какие-то будут моменты по ходу действия если то тут уже решать придется на месте да ну вот что вам рассказать во первых нужен пакет документов для того чтобы пересечь сухопутную границу границу воздушную там ограничений нет для туристов пожалуйста у вас просто должен быть пациент паспорт и сейчас еще в турцию турцию необходимо заполнить электронную анкету для получения хайс кода а а для пересечения сухопутной границы еще двадцатом году по распоряжению правительства российской федерации было такое вообще на распоряжение где граждане желающие пересечь границу значит россия и выехать за ее пределы должны иметь весомое основание да вот согласно этому распоряжению пункта восьмому как раз вот есть такое весомое основание которое мне позволило пересечь сухопутную границу это так называемый внж вид на жительство турция называется и комет мне его дали на два года на основании топу то есть свидетельство о праве собственности на недвижимость и два года я имею право жить и не выезжать из турции поэтому можно сказать что какой-то мере уже считаюсь резидентом турции на это основание этого и комета при пересечении российской границы у меня не возникло вообще никаких вопросов то есть я подъехала границы извини то я первая граница это была граница россии и украины да вот ты подъехала граница рассказывай что чтобы дальше что там очередь или как это все это происходит как долго границы значит я поделала во первых я очень много смотрела блогеров видео смотрела google карты интерактиве в принципе я понимала что мне нужно будет пересечь эту границу я еще вот вернусь так сказать постепенно вот к чему я думала каким образом не пересечь где лучше пересечь ее чтобы не было никаких претензий со стороны пограничного поста ужастиков и кошмариков конечно я насмотрел сочеталась уйму я думала может быть через беларусь уже может быть через в районе харькова это белгород харьков нехотиевка вроде бы там вот блогеры снег зимы тоже благополучно пересекли троебортная через которой я двигалась это брянск через брянска у меня шла дорога там вроде бы писали что отзывы не очень что большие очереди придираются не понимает что такое внж и комет и все такое прочее но посмотрев по карте и посчитав километраж и поняла что на 200 километров почти короче путь от моего места жительства в москве до вот это как раз троебортная которая через брянск идет чем через вот пока шире на белгород и потом на нехотиевку поэтому я решила пересечь границу именно брянск сколько километров от москвы до брянска до границы ну вот я вот написала себе так сказать такой конспектик маленький чтобы ничего не забыть не утаить и все вам рассказать значит от нас москва брянск троебортная и с другой стороны называется погранпост батчевска это украинская сторона 540 километров но дороге в принципе хорошая вода до брянска я читала что там вроде бы как двухрядка и фуры там мешают но во первых я ехала в субботу видимо это тоже сыграло какую-то свою роль что фор не так много было поэтому в принципе я нормально двигалась у меня время много ушло выезжая из москвы потом за часом кодом еще в московской области где-то были вот эти фуры там легковушки которые дачники двигались на своей даче и у меня это занял где-то порядка восьми часов где-то порядка восьми часов я особо не остановилась только так скажем на заправку какие-то свои мелкие дела поделать и перекусить я брала с собой так сказать пакет еды чтобы не тратить на это время и не рисковать дорога из дорога в общем 540 километров я подъезжаю границы так как мне youtube очень помог и вообще интернет то есть там была огромнейшая очередь из фор но я понимала что там не надо становиться хвост мимо фор по встречке поехала прям до ворот кпп там я остановилась посмотрела что вроде бы какие-то формы заезжают какие-то видно документы там пограничник смотрит открывать ворота не заезжает ну я остановилась подготовила пакет документов чтобы так скажем уже подъехать показать я подъехала к этим воротам пограничник подошел здравствуйте здравствуйте показала что у меня есть билет на паром что я не просто так украину еду у меня транзит а транзит он дает нам двое суток очереди никакой не было вот из легковушек и они были после ворот стояла три машины у них какие-то были проблемы с документами там у них были семейные люди ехали там видно свидетельство о рождении доказательства что они родственники может быть там апостиль какой-то у них не соответствовал не знаю те стояли три машины у меня по его не посмотрели также я сказала что на основании чего я еду я тут же и комет предоставила так оль подожди пакет документов это паспорт документы на машину и комет все и билет на паром да все паспорт загранпаспорт все документы на машину грин карта это нас ага для зарубежа страховку от к вида которая необходимо предоставить на территории украины так а пцр тест с тебя требовали там на границе с украины они они конечно не смотрели этот пакет документов вот эти все документы должны быть предоставлены паспорт документы на автомобиль green card а страховка от к вида на месяц мне дали я по онлайн покупала но там одна особенность обращать внимание что страховая команда компания должна быть зарегистрирована на украине ну то есть я зашла именно на украинский сайт по рекомендациям подписчиков там блогеров они посоветовали место есть такое и за 210 рублей мне на месяц сделали покрытие значит от к вида когда там именно вот это должно быть госпитализация все вот это должно покрываться и ты в москве делала пцр тест или где-то да и в москве москве я делала пцр тест чтобы так скажем у меня была возможность получить его с живой печатью я все-таки подстраховалась не стала надеяться что у меня в телефоне электронном виде с qr-кодом пройдет я все-таки решила что я сделаю загоди этот пациент я сделала в москве пошла на следующий день когда они мне изготовили его на знаю живую печать живую подпись распечатала это все бумажном носителе а еще дается 48 часов на территории украины у меня должен быть еще один тест который мне не укладывать со всеми с два часа которая сделала в москве не блин нет тест у меня укладывался а страховка это отдельно наташ я вот рима есть это отдельно то что ты не болеешь а страховка это вот украина не пустит из тебя нет страховки ну пони если ты заболеешь тебя нужно будет госпитализировать и лечить до пациенты дело один у меня была большая сложность и много времени я потратила чтобы все-таки добыть информацию нужен ли пациент для турции и из-за этого тоже я думала где мне пересечь границу в тем не сдать еще и на украине так пациент чтобы у меня ложится еще семьдесят два часа пока я плыву на пароме достаточно сложно потом значит когда я купила этот электронный билет на паром они мне с этой компании морской они мне прислали письмо и написали я задал там вопрос они написали что пациент не нужен так как я буду заезжать с территории украины а но опять же было за сомнение где найти чтобы это было так скажем справка бумажка фактическая бумажка так сказать броня до чтобы ты в случае чего предоставил что вот и на основании этого я имею потому что там очень размыто написано что некоторые писали что вне зависимости от гражданства есть из территории украины пересекаешь границу торции то пациент не нужен других источниках именно на турецком было написано что граждане украины имеет право пересечь границу без пациента но я решила рискнуть их два раза спросил два раза мне было отвечу на что не нужно ну думаю случилось делаю в одессе но не стала я ничего делать в одессе продолжаем повествование значительно что еще а я еще сделала международные права потому что хотя они здесь не требуется турции но я считаю что если вот должно быть она должна быть не дай бог что то случится вот еще одна бумажка должна билет на паром я взяла за неделю 19 мая его взяла потому что я ждала 17 мая когда все-таки придут разъяснения от заседали после заседания турецкого комитета пока виду будет открываться турции или будет опять продлеваться поэтому я тянула до последнего не брала билет на пару но как только они сказали что все сидение дома отменяется кроме суббота воскресенье я решила брать билет и ехать дальше еще такой нюанс многие многие люди пишут своих отзывов что украинская сторона требует выписку из банка якобы можно даже взять чек в банкомате что у тебя есть на эти два дня необходимая сумма денежная ну на случай наверно чтобы не было так скажем потом попрошайничество или обращение у консульта что мы оплатили билет обратный и какая сумма требуется но сумму я сейчас не могу сказать но довольно большая мне кажется что-то около 20000 рублей в сутки что-то они там какие-то у там роты ну в общем они себя обезопасили со всех сторон то есть страховка от ковида нужна и деньги на пребывание на твой суток в стране тоже у тебя должны быть и ты должна это доказать я снял то выписку но мне не у меня лично никто ее не спросил но это не факт что у других не смогут не спросить я считаю что все таки вот это вот уже сделал я сделала онлайн своего банка это никуда не звонила и тут же распечатала вот у меня были бумажки хорошо прошла границу чтобы вы раньше я значит прошла российскую вот пограничник меня пропустил потом сказал куда ехать там уже были там уже некие там конечно я остановилась опять весь пакет документов они осмотрели машину я ее полностью все открывала багажник даже открывала чемодан удивился я везла искусственный цветок в это что искусстве вот спросили значит а за что я везу нет ли не дозволенного в багаже я не стала говорить что я там пару бутылок никого не зла надо будет пускай ищет а в мешках а я еще из лазочек так скажем какие-то кухонные принадлежности там вот это вот это вентилятор еще что-нибудь они не спросили я им сказала он буквально в этом рукой пощупал понял что действительно там нечего не было такого чтоб меня заставили выгружать полностью машину хотя у других людей они все писали что полностью на нитке пришлось выгружать и чуть ли обшивку машины не срывали не смотрели что-то но мне кажется они психологически уже это скажем понимают что за человек перед ними они быстро считают эту информацию понимает что глаза не бегают все там нормально но каким-то образом их там же учат обучая драма каждого не быстро все это понимают и буквально там но я не знаю но 7 минут 10 то есть российскую границу прошла за 15 минут потом они мне сказали ехать надо было на следующие кпп это украинской стороны там то есть вот это все проверили это еще на русской границы одинаково не проверяют одно и то же российской и на украинской и тоже там тоже и пограничники и там да вот у них